всем привет вещают могилевские хроники предыдущем видеоматериале мы затронули тематику утраченной архитектуры города могилева частности мы говорили об ассамбле построек на губернаторской площади где возвели ряд административных построек практически все они были безвозвратно утрачены и стертой истории однако одно из зданий сохранилась и по сей день именно о нем сегодняшний наш выпуск после присоединения в 1772 году могилева к россии торговая площадь получила название губернаторской ее облик разрабатывали известные архитекторы львов а позднее стасов с площади снесли лавки и другие постройки а по периметру воздвигли 4 двухэтажных здания в стиле классицизма одно из них здание окружного суда в разное время в этом здании находился нижнеземский суд врачебное управа военная казарма здание построенное в 1778 году в стиле классицизма изначально это был двухэтажный каменный дом с капитальными стенами который разделен на три части с отдельным входом для каждого учреждения нижнего суда врачебной управы и губернского архива его архитектурная планировка скромная форма классицизма строгие прямоугольные оконные проемы профилированные карнизы прямоугольные и лучковые аттики по оси главных входов в российской империи земские суды были учреждены указом императрицы екатерины 2 были созданы верхние и нижнеземские суды отличающиеся тем то что первый имел значение апелляционной инстанции по отношению ко второй нижнеземские суды представляли собой уездное выборное коллегиальное административно-полицейские учреждения распространяющие свою власть на весь уезд за исключением уездного города могилевском наместничестве они были созданы в 1778 году на основании учреждений для управления губернии от 7 ноября 1775 года и подчинялись могилевскому наместническому правлению находясь под назором уездного стряпчево во главе нижнего земского суда стоял земский исправник он же комиссар он и два дворянских заседателя выбирались местными дворянством на срок три года и утверждались губернатором для ведения дела производства в штате суда состоял секретарь от одного до трех канцеляристов под канцелярист и 12 каписта в распоряжении земского исправника находились исполнительные полицейские чиновники в сельской местности десятские и сотские а в отдельных посадах и местечках пятисотские и тысячские на нижнеземские суды возлагали следующие обязанности охрана порядка в уезде наблюдение за исполнением законов взыскание недоимок и сборов с населения предупреждения различных пожаров заболеваний население и падежа скота соблюдение правил торговли точности мер весов розыск беглых крепостных рекрутов и лиц совершивших преступления и другие нижнеземский суд исполнял указы по велению губернского правления палаты нижнего гражданского суда палаты гражданского суда палаты уголовного суда верхнего земского суда верхние расправы, нижней расправы, уездного суда и дворянской опеки. Судебные функции нижних земских судов, как правило, ограничивались предварительным судебным следствием и исполнению судебных приговоров. При проведении следствия суды в полном составе перемещались по уездам. Жалобы и апелляции на решение нижнего земского суда могли подаваться в уездный суд, нижнюю расправу, верхний земский суд, губернское правление. С объединением в 1796 году Могилевского и Полоцкого наместничеств в Белорусскую губернию, нижние земские суды перешли в подчинение Белорусскому губернскому правлению. Время шло, а недостатки образованной системы необходимо было устранять. После отмены крепостного права в 1861 году реформированию подлежал ряд государственных сфер. Не обошло это и суды. Известная судебная реформа Александра II, принятая в 1864 году, во многом изменила структуру и само судопроизводство. Появляется институт присяжных. Сами процессии становятся открытыми. Основными принципами объявлена гласность отделения судебной власти от административной. Единый суд для всех сословий. С этого времени в Могилеве был упразднен Нижний земский суд и образован окружной. В 1864 году в Российской империи была проведена судебная реформа. В соответствии с ней создавались две системы судов. Мировые с избираемыми судьями и общие суды с назначаемыми судьями. Система общих судов включала окружные суды и судебные палаты. 20 ноября 1864 года вышел именной указ Сенату об учреждении судебных установлений и о судебных уставах. С приложениями учреждения судебных установлений. Согласно данному учреждению судебная власть окружных судов распространялась на представителей всех сословий. Все гражданские уголовные дела. Они являлись коллегиальными органами. Высшим касационным судом был Сенат. Начало деятельности Могилевского окружного суда датируется 8 декабря 1883 года. Одновременно в должности вступили и старшие нотариусы суда. При реконструкции под окружной суд в 1883 году здание приобрело более насыщенную декоративную отделку. Были сделаны трехугольные пучковые сандрики, ростовые пилястры, ажурные козырьки на металлических колоннах над входами. Кроме того, позднее настроили и третий этаж, над которым по оси центрального входа идет сложный аттик. В XIX веке губернаторская площадь продолжает благоустраиваться. После размещения в Могилеве штаба 1-й русской армии в центре площади перед зданием губернского правления начальником артиллерии была выстроена французская трофейная пушка и установлены солнечные часы. В 1860-х годах здесь разбивают и Беклемешевский сквер по имени губернатора Беклемешева. Для общего суда и следствия Могилевская губерния составляла один судебный округ с окружным судом в Могилеве. В соответствии с высочайшим положением от 19 октября 1883 года в виде временной меры причислить округ Могилевского суда к округу Киевской судебной палаты. Состав суда включал председателя, двух его товарищей, семь членов, три секретаря. Позднее появились помощники. Кроме того, также были старшие и младшие кандидаты судебной должности. При суде состоялись судебные следователи, судебные приставы, нотариусы, присяжные, поверенные с помощниками. Кроме них орган прокурорского надзора. В 1901 году в состав окружного суда вошли и частные поверенные, а в 1904 и архивариус. На основании положения о земских начальниках от 12 июля 1889 года вводилась должность уездных членов окружного суда, которые входили в состав присутствия окружного суда. Назначались по одному на каждый уезд. Уездный член окружного суда единолично решал гражданские и уголовные дела, отнесенные судебными уставами к ведению мировых судей неподсудимым земельным участкам, начальникам и городским судьям. По поручению окружного суда уездные члены проводили в своем уезде допрос свидетелей, дознания, зачитывали приговоры по делам, рассмотренным в окружном суде, осуществляли назор за судебными приставами и рассыльными, приводили в ревизию дела производства и книг городских судей, а также судебных следователей и нотариусов. Окружной суд состоял из двух отделений по уголовным и гражданским делам. Уголовному отделению подлежали дела преступления и проступки против порядка управления, невыполнение распоряжений правительства, оскорбление и неуважение чиновников, самовольное присвоение власти, составление подложных указов и подписания других исходящих от правительства бумаг, кражи документов, организация побегов из тюрем, преступление против веры, богохульство и порицание веры, также отступление от веры, оскорбление различного рода святынь, нарушение церковного благочиния, превышение и бездействие власти, противозаконное действие должностных лиц по хранению вверенного им имущества, должностные подлоги, преступление и проступки чиновников, недобросовестное исполнение ими своих служебных полномочий, преступление и проступки против имущества и доходов казны, подделка денежных знаков и государственных кредитных банков, кредитных бумаг, нарушение постановлений по делу производству и многие другие. Гражданское отделение рассматривало дела по искам крестьян к владельцам имений о восстановлении сервитутного права, выпасе скота на помещичьих землях, признание права городов и общественных организаций, учреждение религиозного культа на земельные участки, об утверждении в наследство и разделе земель общего пользования, изъятие земель из незаконного владения, об арендном содержании земель и недвижимого имущества, о взыскании арендных денег и убытков по аренде, о выплате пособий за потерю трудоспособности, смерть кормильца, на содержание престарелых родителей под действием судебных следователей, приставов и нотариусов. После установления в ноябре 1917 года в губернском Могилеве советской власти и в период последующей польской оккупации города весной 1918 года окружной суд продолжал непрерывно функционировать. В июле 1918 года в связи с учреждением в пределах оккупированной 10-й германской армии территории самостоятельного судебного округа Могилевский окружной суд был преобразован в Могилевское отделение Минского окружного суда во главе с товарищем председателя окружного суда Саульским. Окончательно суд ликвидирован приказом Могилевского губернского комиссара юстиции от 14 ноября 1918 года. В здании бывшего Могилевского окружного суда разместила следственная комиссия и нотариальный отдел исполнительного комитета Могилевского губернского совета рабочих, крестьянских и солдатских депутатов. Своё новое название площадь получила в 1919 году. В честь второго губернского съезда советов проходил здание городского управы, объединявшего 15 декабря 1917 года советскую власть Могилевской губернии. Она стала называться советской. 1926 года здание окружного суда переводится под военную казарму. Во время Великой Отечественной войны площадь достаточно сильно пострадала от боёв и бомбёжек. К счастью, здание бывшего окружного суда сильно не пострадало. Была повреждена лишь крыша. В 1943 году, когда шла подготовка к операции «Багратион», центральная часть города пережила бомбардировку советской авиации. Площадь в военные годы стала местом казни советских граждан. Подлинно известно о двух состоявшихся казней. 17 ноября 1941 года были повешены военврачи Кузнецов, Паршин, Пашанин. Вероятно, на фотоснимке запечатлено описанное преступление. Вторая публичная казнь состоялась 25 октября 1942 года. На этот раз жертвами стали подпольщики и офицеры Красной Армии. Уже в послевоенные годы, а именно в 1961 году, здание было передано музею. Примечательно, что нынешняя история областного музея имени Евдокима Романова заслуживает особого внимания. Первый музей в городе Могилёве был открыт 15 ноября 1867 года при Губернском статистическом комитете и получил название Могилёвский музей. 18 декабря 1904 года в Могилёве открылся второй музей – церковно-археологический. В 1918 году музеи объединились в один – Губернский музей. С 1919 года музей занимает здание бывшего земельного банка по адресу улице Миронова, 33. Ныне в этом здании расположен Могилёвский областной художественный музей. С 1924 года музей являлся отделением Минского Белорусского государственного музея. С 1929 года он меняет название на Могилёвский государственный музей с двумя филиалами – Музеем истории атеизма и Мемориальный музей Орженикидзе. В 1928-29 годах музея передали некоторые экспонаты из Государственного антикварного фонда СССР. Изделия из драгоценных металлов, камней, иконы, картины, книги и многое другое. В том числе была передана серебряная булава польского короля Сигизмунда III. Наиболее ценными предметами и коллекциями и уникальным экспонатом также стал переданный в музей крест Ефросиньи Полоцкая – национальная реликвия белорусов. Крест и другие ценности были сразу же помещены в бронированную комнату сейф, имеющуюся в здании. В 1933 году помещение музея занял областной комитет ВКПБ, и музеи его коллекции были перемещены в здание по адресу улица Ленинская, 60. Наиболее ценные экспонаты продолжали храниться в комнате-сейфе по старому адресу, поскольку на новом месте не оказалось подходящей комнаты. В начале Великой Отечественной войны во время обороны Могилева музей по улице Ленинской и филиал по улице Виленской сгорели вместе с экспонатами. По некоторым данным здания были сожжены местными властями во исполнении указаний Сталина из обращения 3 июля 1941 года об уничтожении ценности, которые не удается вывести. За время войны были утеряны экспонаты и из комнаты сейфа в здании областного комитета ВКПБ, которая, кстати, уцелела. В итоге музей лишился всех своих коллекций. После войны музей открылся только в 1949 году в качестве историка краеведческого. Поскольку своих коллекций музей не сохранилось, то некоторые экспонаты были выделены музеем Ленинграда и города Москвы. В 1953 году музей сменил наименование на Могилевский областной краеведческий музей. 1 июля 1961 года музей разместился в здании бывшего окружного суда на Советской площади, где располагается и по сей день. С 1977 по июль 1990 года музей был закрыт на капитальный ремонт, а после ремонта была представлена новая экспозиция, действующая и поныне. В 1997 году к 130-летнему юбилею музею была открыта экспозиция археологии. Сейчас в фондах музея насчитывается более 300 тысяч музейных предметов. Это материалы местных археологических раскопок, монеты, клады, предметы культа, живописи, предметы быта и многое другое. С 2005 года музей носит имя Евдокима Романова, видного деятеля краеведения Беларуси, а также организатора церковно-археологического музея в 1904 году. Если вам понравился выпуск, не забудьте поставить лайк. До новых встреч!